А что это за флаг? Так случилось, что я родился в Дамаске. Тебе предлагают два проекта. В одном проекте ты получаешь определенную сумму, и он очень интересный. В другом проекте он неинтересный, но сумма, например, в два раза больше. Я возьму оба проекта. А вообще многие остались юристами или ушли из профессии? У меня в какой-то момент было ощущение, что вообще никто юристом не стал работать. Слушай, ну это скучные вопросы какие-то ты задаешь. Ты там Сережу Слабиду совсем про другое спрашивал. Привет. Дорога. Теперь мы и до тебя дошли. Отлично. Ждал. Прекрасно. Давай показывай, куда мы должны пройти, где будем снимать интервью. И для начала я возьму конфлик. Давай, бери. Спасибо. Дольче Вита в Ленинсе. Андрей Зеленин. Управляющий партнер московского офиса «Лидингс». Руководитель практики разрешения споров в пирме. Рекомендован рейтингами «Чемберсон Партнерс» и «Легал 500». По версии «Бест Луэр 2016» входит в список лучших юристов России. Является автором многочисленных статей по вопросам ведения бизнеса в России. Владеет английским и французским языками. Жена. Отец пяти детей. Давай проинспектирую твой стол, за которым ты сидишь, чтобы посмотреть, чем живут управляющие партнеры, о чем они думают. Я ждал подвох, поэтому я подготовился. Конечно, ты все это разложил. Я вижу, русская правда. Это странно, но хорошо. Заверение и гарантии. Будылин. Тоже прекрасно. Артем Георгиевич Крапетов «Экономический анализ права». Обращаю внимание. Видите, какая книжка. Так. Туда не смотри. Слушай, это очень интересные какие-то странные флаги. А что это за флаг? Это флаг Сирии. Сирийской Арабской Республики. Так случилось, что я родился в Дамаске. То есть, это незапланированный экспромт. Да, поэтому решил, в какой-то момент решил себе поставить флаг этого государства. То есть, смотри, это какое-то твое политическое, либо же какая-то связь с детством? Что это для тебя? Политики здесь, наверное, немного для меня лично. Да, это скорее некое напоминание о том, что в этой части света сейчас происходят непростые события. И, наверное, иногда об этом стоит вспомнить, задуматься. Да, наверное, это больше личная какая-то связь с этим регионом. Понятно. А у тебя вот книжка там лежит на арабском. Да, тоже специально положил. Ты знаешь арабский? Я знаю некоторые арабские буквы. И иногда могу складывать их в слова, но читать не могу, поэтому большая часть этой книги для меня недоступна. Тут в последней, пятой ее части начинается текст на английском. А что это за книга? Это книга, посвященная Каирскому центру международного арбитража. Соответственно, здесь переведены на английский язык правила арбитража, какие-то статьи тематические. И несмотря на то, что текст на английском, текст расположен все равно по логике арабских книг. То есть листать нужно не, как мы привыкли, с лево направо, а справа налево. Хорошо. Слушай, ну отлично. Вот мы так и подошли, на самом деле, к самому, наверное, основному в нашем разговоре. Это твое детство. Ты ведь родился в Дамаске. Точно. То есть вот как-то то, что у тебя детство прошло именно на Ближнем Востоке, как-то повлияло, как ты думаешь, на твое становление и так далее. Выбор профессии. Ну, мне, наверное, сложно сейчас такие глобальные выводы делать, да, насколько это повлияло и так далее. В принципе, влияние много, они продолжаются, да, считаю себя по-прежнему достаточно молодым. А с точки зрения того, что это дало вот в текущем моменте, да, вряд ли это выбор профессии, да, все-таки там на тот момент, да, в момент рождения не задумался о том, что мне придется стать юристом. Здесь скорее возможность с измольства, да, прикоснуться к определенной мультикультурности, да, походить в школу, соответственно, где преподают на английском, арабском, французском, при этом пытаясь не забыть русский язык через какие-то курсы при посольстве и так далее. Вот это в определенной степени, конечно, сказалось на том, чем я дальше продолжил, да, или начал заниматься. А у тебя родители были дипломаты или как так вышло, что вы там оказались? Да, папа Дмитрий Андреевич Зеленин, сотрудник ИТАР-ТАСС, собственно, тогда просто ТАСС, и сейчас просто ТАСС, посередине был как раз тот самый ИТАР-ТАСС, вот, и он работал и работает ближневосточным корреспондентом. Ты знаешь, я сразу же вспоминаю, сериал был такой модный в начале 80-х годов, ТАСС уполномочен заявить. Поскольку факты, которые мы располагаем, господин посол, полностью опровергают высказанную вами точку зрения, ТАСС уполномочен сделать по этому поводу официальное заявление. Слушай, ну вот смотри, ты родился в Дамаске, я так понимаю, что ты особо ничего не помнишь про Сирию, а потом вы переехали в Ливан, правильно? Там немножко по-другому история развивалась, не так прямолинейно, поскольку это не бесконечно долгое загораничное пребывание у отца. Это серия командировок, то есть это был Дамаск, Москва, Дамаск, Москва, Ливан и так далее. То есть была серия перемещений между разными странами и, в принципе, я достаточно хорошо помню и московскую действительность, да, конца 80-х, начало 90-х. В школу, в первый класс я пошел здесь, в Москве, вот, ну потом, соответственно, уже в 91-м мы уехали в Бейрут и какой-то важный отрезок жизни страны я пропустил, да, видел только с телевизионного экрана. Вот, как раз в то время я поучился вот в американской школе, хорошо выучил английский и получил некий стимул, да, развивать дальше вот эти свои навыки, умения именно с точки зрения международного подхода к тому, что я и мы теперь вместе делаем. А ты в детстве дружил с ребятами из Ливана или в основном у тебя был круг знакомств дети-послов и так далее? Дети-послов. Нет, конечно, был очень разносторонний круг общения. Во-первых, действительно, были, был кружок такой, детей-дипломатов, других сотрудников, да, и разного рода иностранных подразделений, да, российских органов, организаций, советских, да, может быть, в какой-то момент еще даже. Соответственно, второй круг общения не менее важный. Это достаточно большая диаспора русских эмигрантов, да, так исторически сложилось, да, что Ливан был для кого-то там перевалочной точкой, да, для кого-то местом пребывания, да, тех эмигрантов, да, еще первой волны, там, 17-го года, 20-х годов, которые уезжали из оставшей советской России через Францию, да, и попадали в Ливан, который был французской колонией. Вот, ну, по понятным причинам, может быть, это недостаток средств, чтобы содержать особняк под Парижем, да, может быть, это какие-то семейные, да, родственные связи и так далее. Так или иначе, там очень много русских, вот, с незапамятных времен там находящихся, ну, и потом эмигранты следующих волн тоже там оседали, то есть это некая диаспора эмигрантская. И третий круг общения, да, это школьники уже непосредственно в той арабской школе, в которой я учился, с кем-то до сих пор поддерживаем отношения, благодаря современным технологиям, так скажем, гораздо проще сейчас найтись, даже если в какой-то момент потерялся. То есть если тебе в фейсбук стучится человеку, у которого что-то арабской вязью написано, то есть ты не пугаешься, читаешься, говоришь? Я не пугаюсь, я отклоняюсь, да, запрос. На вдруг это друг детства. Можно проверить сначала. Хорошо пробить, ясно. Слушай, а вот ты знаком с такой работой «Черный лебедь» Насима Талиба? Он же как раз из Ливана. Знаешь, я слышал, но не читал. Вот почитайте, может быть, будет интересно, потому что он очень многие вещи пишет, и как раз его концепция «Черного лебедя», то есть это неизвестное доселе некого события, которое изменяет полностью ситуацию. Он как раз приводил пример Ливана, когда долгое время христиане, мусульмане и иудеи жили вместе, и потом вдруг раз, все вспыхнуло, то есть тысячелетия они сосуществовали, и вдруг началась гражданская война. И как раз он вспоминает, как мальчишка, они эмигрировали в США, а дед у него был министром каким-то, очень серьезным дядечком. Не, ну ливанцы, они вообще такие, да, с точки зрения экономической подкованности, да, они же считают, что они наследники древних финикийцев, вот, поэтому неудивительно, что ливанцы очень часто оказываются в главе крупнейших банков, если не изменяет память президента концерна «Рено-Ниссан», тоже некий выходец из Ливана, который оказался где-то в Латинской Америке и так далее. Это очень-очень старые деньги. Совершенно верно. Слушай, а вот скажи такую вещь, вот сколько раз мы не назначали встречи, ты все время говоришь так, что я только до шести, а потом я должен уезжать. Это потому, что ты себе так установил, что ты едешь домой, вот прямо четко, к детям? Ну, скорее, по-другому, да, я должен успеть забрать детей, чтобы вместе с ними ехать домой. У меня был тут недавний эпизод с перекрытием дорог в Москве в связи с парадом, да, я где-то совершенно категорически встал на набережных, вот, без движения, да, и у меня, соответственно, ребенок застрял где-то в продленке, не знали, что с ним делать. Мне каждые пять минут писалось смс-ки, папа, ты где? Примерно там же, где был, а пять минут назад. Вот, да. Так что, да, стараюсь сбалансировать, да, свою жизнь так, чтобы хватало времени и на работу, и на семью. Ну, мне кажется, пока получается. Хорошо. Слушай, а вот, знаешь, у нас есть общие знакомые, которые считаются верхом непунктуальности, да, то есть, там, например, ну, все это знают, там, Саша Ермоленко, он все время опаздывает, да, то есть, он уже превратил это в такую свою фишечку. Ты у меня ассоциируешься с человеком, который все время приходит вовремя. Вот, как тебе это удается вообще? Есть какой-то секрет? Нет, ну, тебе повезло, я так скажу. Не всегда, и не повсюду прихожу вовремя. Да, иногда, то есть, это был единственный случай, когда... Да, хорошо, что у меня такой имидж, я буду его поддерживать. Как ты снимаешь стресс? Это же работа юриста, это постоянно какие-то стрессы, клиенты, дедлайны, факапы. Стресс нужно с стрессом снимать. Стрессом, ну, то есть, один стресс с другим. Да, идеальный вариант. А никогда не было желания, там, замкнутый круг, у тебя иначе не... Не уйдет отношение к стрессу, именно как к стрессу. Понятно. То есть, это такой, от Андрея Зеленина, то есть, стресс выбивается другим стрессом. Слушай, а вот, например, многие юристы, они там занимаются каким-то таким супер-пупер спортом. Там, там, Жан Томашевский на лошадях скачет. Да, другие ребята... Я прям горю желанием посмотреть интервью. Да, хорошо, посмотришь. Вот, другие ребята, там, пулевой стрельбой занимаются и так далее. Ну, у меня нету какой-то чрезвычайной предрасположенности к какому-то конкретному виду спорта. Я люблю плавать, вот, и этим периодически занимаюсь. Вот, поэтому, да, плавание, наверное, из всех видов спорта, тот, который мне ближе всего. А так... А никогда в стир не хотелось сходить, пострелять там? Ну, только если за компанию с кем-то. Ну, все, ну, давай тебя приглашаем за компанию, поедем в стир. Да, будем с тобой стрелять. Вот, я это дело люблю. Скажи, пожалуйста, а вот, если возвращаться к клиентам и к проектам, которые вы ведете, есть какие-то такие интересные случаи, которые у тебя остались в памяти? Самый смешной клиент, самый богатый клиент и так далее. Ну, курьезных случаев очень много. Вот, я, кажется, рассказывал на китайской конференции про доверенность, да, которая к нам пришла без даты. Ну, расскажи, не помню. Ну, по российскому правду, для российского юриста, да, доверенность без даты, она недействительная, да, потому что нельзя посчитать, да, с какого срока начались полномочия. А нам китайский клиент прислал такую красивую, да, как обычно они делают, книжку подшитую доверенность. И уже непосредственно в судебном заседании обратили внимание, что там нет даты. Вот, соответственно, судебный оппонент за это зацепился, пытался его спорить. То есть мы целую, так скажем, череду заседаний потратили на то, чтобы получить заключение китайских юристов, которые подтвердили, что дата нотариального заверения доверенности, ее можно соотнести с датой самой доверенности. Соответственно, нельзя говорить о том, что она недействительная. Вот, что-то еще смешное. Мне нравится вот инициатива ряда коллег, которые выискивают первые судейско-юридические мысли. Вот, у нас же есть ряд судей, которых приятно читать, да, есть ряд судей, которых весело читать. Ну, просто это как юмористы, судья-юмористы. Юристы-юмористы. Вот, с этой точки зрения, да, иногда можно поразвлекаться чтением судебных актов. Можно паралям, знаешь, ты читаешь за одну сторону, я на другую. У нас, к сожалению, нет подробных таких скриптов судебных заседаний, как это в некоторых западных юрисдикциях происходит, да, так иначе можно было бы паралям, особенно, если бы у нас свидетели еще были, да. Понятно, хорошо. Скажи, пожалуйста, а у вас в компании вы как-то занимаетесь специально этим билдингом, какие-то такие вещи, чтобы сплотить команду, или как-то она сама у вас сплотилась? Ну, наверное, это не какие-то специальные, да, заточенные под тимбилдинг инициативы. Есть традиционные корпоративные мероприятия, это празднование дня рождения фирмы, некоторых, да, государственных праздников, некоторых внутренних событий, да, которые мы хотим отметить. Коллектив, наверное, недостаточно большой пока, чтобы делать что-то целенаправленное, да, все-таки там 30-35 человек это то, что легко управляется подручными средствами, не нужно нанимать специальных тренеров, да, которые бы всякими смешными штучками, типа падение на доверие, пытались бы сплотить. Кстати, есть интересный ролик про падение на доверие, когда вот все подготовили, человек там падает, человек падает вперед, а не позор. Окей, it's called the trust fall. Окей, trust fall, ready, set, go. Слушай, а скажи, пожалуйста, ты специально где-то повышал свою квалификацию как менеджер? То есть учился, там, MBA получал? Или вот это все методом проб и ошибок? Ну, скорее методом чужих проб и ошибок, да, то есть это через чтение специальной литературы, в принципе, достаточно много книг и на русском языке уже про юридический бизнес, шире про консалтинговый бизнес, да, через такого рода, да, литературу, через общение с коллегами, да, с экспертами, консультантами по консалтинговому бизнесу. То есть каких-то, ну, так скажем, необходимости, да, получать специально для этого, там, степень MBA и так далее, такой мысли не возникало пока, может быть, чуть позже, когда это будет обоснованной необходимостью внутренней, да, или внешними какими-то факторами. А не было никогда желания вот все бросить и уехать куда-нибудь, там, с семьей, например, там, учиться на акт? Ну, вот все бросить и уехать нет, а уехать поучиться, такое желание периодически возникает. Мне кажется, в принципе, там, определенной прослойки, да, российских юридических менеджеров не хватает более широкого кругозора, да, и это заметно, да, когда общаешься с иностранными коллегами, да, с коллегами, которые получили иностранное юридическое образование, как они на некоторые вещи по-другому смотрят. И это не всегда, не обязательно, там, сто процентов правильный подход, да, но понимать, да, и знать, да, чужую точку зрения, это важно для того, чтобы более выверенные, менее рисковые решения принимать. Понятно. А никогда у тебя не было таких случаев, когда ты понимал, что твои учителя, которые, например, тебя учили в университете, были неправы? Вот когда вот ты уже на практике пришел, вот поработал, говоришь, блин, нет, вот, Петр Петрович, вы были неправы. Может, без фамилии просто было такое или не было? Знаешь, возможно, было, я не отслеживал специально. Вот, я, в принципе, наверное, не склонен спорить со старшими, да, и самоутверждаться через то, что, там, скажем, я докажу некоторому авторитету, или не авторитету, да, что я был прав, а он нет. Мне кажется, что это ложный путь, да, то есть это скорее работает на эго, чем на настоящее взросление. Вот, поэтому, возможно, кто-то ошибался, возможно, я ошибался, ошибаюсь сейчас, да, то есть даже наверняка, да, каждый делает какие-то ошибки. Тут вопрос скорее вовремя это понять и эффективно, эффектно, может быть, исправить. А скажи, никогда не сталкивался, например, в суде, либо же с оппонентами, с людьми, с которыми ты или учился вместе, или кто тебе преподавал во время учебы? Хороший вопрос. Много было разных походов в суд. Ну, вот, быстро вспомнить не могу. Есть клиенты, да, с которыми мы работаем, и где либо случайно, либо именно поэтому они стали клиентами, да, возникают коллеги, с которыми мы общались, дружили, учились вместе и так далее. А вы с ребятами, с кем мы учились, сейчас как-то дружите, поддержите отношения? У нас был большой сбор в честь десятилетия выпуска пару лет назад. Вот, я не могу сказать, что у нас какое-то, какое-то слаженное взаимодействие есть внутри вот этих, там, 200-300 человек. Вот, но с более узким кругом постоянно поддерживаем общение, вот, но это скорее именно общение, да, то есть выездов, там, коллективных в горы или растинг на плотах, нет, такого нет. А вообще многие остались юристами или ушли из профессии? У меня в какой-то момент было ощущение, что вообще никто юристом не стал. Радо что. Вот, почему-то несколько лет после выпуска я себя очень потерянным чувствовал, вот, а потом оказалось, что то тут, то там коллеги, которые тоже, наверное, себя чувствовали потерянными, да, вдруг начали находиться. Поэтому я бы сказал, что много достаточно, одна курсников, да, одна кашников остались в профессии. Не со всеми, да, удалось возобновить общение, да, потому что, ну, с одной стороны, времени не хватает, с другой стороны, кто-то где-то очень далеко, вот, а так, да. Ну, еще нужно учитывать, что МГИО особенный вуз, да, и, как мне кажется, да, большой процент выпускников, он попадает в госорганы, да, в правоохранительные органы и так далее. А там уровень заметности людей, он ниже гораздо, да, поэтому конкретный процент я назвать не могу, кто где и как. Но есть ощущение такое, что все занимаются правильным юридическим делом. Понятно. Правильным. Хорошо. 50 оттенков серого или кавказская пленница? Кавказская пленница. Лихие девяностые или тучные нулевые? Давайте, начиная с 2010-го, все будет отлично. Так, хорошо. Меган Фокс или Ирина Шейк? Кто это? Криштиан Роналдо или Месси? Наверное, Месси. Азия или Европа? Евразия. Дамаск или Бейрут? И то, и другое. МНД или Литигейшн? Литигейшн МНА. Сесть в дорогом костюме на окрашенную скамейку или проголосовать на выборах за КПРФ? Одно другому не помешает. Слушай, ну вот давай вернемся немножко назад. Как ты все-таки выбрал профессию юриста? Что на тебя повлияло? Нет однозначного ответа. Наверное, комбинация каких-то факторов, случайных совпадений или случайных закономерностей. У меня был повышенный интерес к истории на последних годах обучения в школе. И в какой-то момент у меня даже сложилось такое четкое понимание, что точно не хочу быть юристом, но постепенно советы друзей, знакомых, родственников, как-то вот так сложилось, что в текущий момент нужно было выбирать именно этот путь продолжения образования. И, наверное, это был правильный выбор. Сейчас не очень давно говорить, Олеся. Алло. Прочитала между строк. Адри, ну ладно, давай тогда еще раз про поступление. Как поступал? Почему на юрфак? Ну вот так сложилось, нет однозначного ответа. Хотел, точнее думал, интересовался историей, но поступило некое указание свыше, что это не для меня. Это отростник. Я покорился, да, и не разочаровался в этом. То есть, опять же, поскольку максимально откровенно говорим, какой-то внутренний посыл в школе или в детстве, что я хочу стать юристом, представлять интересы клиентов, выступать в суде и так далее, этого не было. Это, наверное, то, к чему я пришел в процессе обучения. То есть, ты пошел за баблом? Ну, вряд ли за баблом. Кстати, хорошее отступление здесь можно сделать по поводу того, насколько сейчас все по-другому с точки зрения обучения. Благодаря твоим проектам, проектам, которые в других вузах активно сейчас развиваются, ты общаешься с студентами и понимаешь, что, в принципе, они знают, что, для чего, зачем они и так далее. И дело не только в том, что они стали более внимательно читать объявления на досках объявлений, кто берет кого на работу, на стажировку и так далее. А есть просто понимание того, как выглядит юридическая профессия. Вот такого понимания, по крайней мере, у меня, у того круга студентов, однокурсников, с кем приходилось общаться на момент моего обучения, с 1999 года, не было. А ты учился в МГУА? Да, я учился в МГУА. Что отличаются и так далее. То есть не, так скажем, не отраслевую принадлежность того или иного предмета, а что он будет означать на практике конкретно в применении к тому или иному бизнесу, частному вопросу и так далее. Поэтому здесь все-таки это был не поход за баблом, некий поиск приложений того потенциала, который так или иначе накопился к моменту начала обучения, применительно к конкретной специальности. Ну вот очень бы хотел стать химиком, но не скололось. А вот именно из-за этого у вас очень много проектов связано с фармацевтикой в компании? Опять же, да, в сочетании случайностей, закономерностей и так далее. У меня супруга провизор, поэтому для меня тема очень близкая, фармацевтическая, изначально была. И так совпало, что когда мы активно строили и развивали с Сергеем Аксеновым Лидингс, возник некий перелом в количестве, в качестве тех проектов, которые иностранными инвесторами реализуются в России. И это уже стало не только не столько нефтегаз и купи-продай, а сколько какие-то качественные инвестиционные, реальные инвестиционные проекты. И фармацевтическая отрасль была уже на тот момент одним из лидеров. А сейчас, соответственно, лидерство иностранных компаний потихоньку дополняется, где-то замещается уже лидерством российских фармопроизводителей. Поэтому совокупность, опять же, неких исходных данных и ситуация на рынке помогла осознать, что это то направление, над которым можно работать. Понятно. Слушай, а вот расскажи, как вы решились уже во второй половине нулевых, я так понимаю, создать свою компанию? То есть, что сподвигло? Ну, мне кажется, и мы одни решились, да. Ну, многие решались, но у них не получилось. Люди продолжают решаться. Ну, по поводу того, что кто-то решился и не получилось, это стандартная тоже ситуация. Было понимание, что есть определенный потенциал, желание работать с иностранным бизнесом в России. И конкурентная среда, которая позволяет это делать, позволяет российской фирме так или иначе получить некую визибилити на этом рынке. Сказать, что мы российский консультант, который работает с иностранным бизнесом. И, собственно, это получилось. Вот это усилие, которое предпринимали мы совместно с Сергеем, вместе с коллегами, которые чуть позже к нам присоединились, с Татьяной Бичевой, с нашими замечательными коллегами, которые в маркетинге, в бизнес-девелопменте работают. То есть, опять же, увидели определенную нишу, поняли возможность, потенциал и то, какими инструментами с этим можно работать. Слушай, ну это скучные вопросы какие-то ты задаешь. Ты там Сережу Слабиду совсем про другое спрашивал. Хорошо, ты играешь на музыкальных инструментах? Нет, только на нервах. Ну, ты же, что ж тебя спрашивать? Я скучный вообще человек. Нет, а вот, знаешь, меня интересует другой момент. Мы об этом говорили, про деньги, да. То есть сейчас у такого молодого поколения очень часто вот этот вопрос, он все время витает. Сколько я буду получать денег, сколько я получаю сейчас, сколько я буду получать через некоторое время. Вот ты сейчас работаешь ради денег или для интереса, для души? Для чего ты работаешь? Ну, сначала комментарий, да. Мы, нам повезло, да, мы с другим молодым поколением работаем, да, которые не ради денег, да, делают то, что они делают, а как раз-таки ради интереса, ради того, что это им нравится. И мне кажется, что определенный переломный момент наступил или даже, может быть, прошел, когда ты можешь терпеть, да, неинтересную, скучную работу ради того, что тебе много платят, да. То есть это становится непопулярным, да, немодным. Вот. С этой точки зрения те студенты, молодые специалисты, с которыми мы общаемся, да, вопрос о денежной компенсации, он, конечно, возникает, да, но, как мне кажется, да, он не является превалирующим, не является главным. Вот. А с точки зрения себя лично, ну, в любом случае, то, что мы называем, да, профессией, да, это, да, это некий способ создать вокруг себя, да, определенные материальные блага в первую очередь, да, потому что, ну, так вот, если совсем отсечь личное, да, лишнее, точнее, отсечь личное, и личное, и лишнее, не получается выговорить это слово, стал бы ты заниматься чем-то, да, что не позволяет, да, удовлетворить некий базовый набор потребностей, да, не знаю, в жилье, да, в отдыхе и так далее. Наверное, нет. Да, то есть если мы говорим именно о профессиональной активности, это нужно для того, чтобы создать себе условия для жизни. Вот. Второй, наверное, уровень, да, это уже некие нематериальные предпосылки. То есть они возникают, в принципе, когда первый пройден. Хорошо, вот смотри, такой пример. Тебе предлагают два проекта. В одном проекте ты получаешь определенную сумму, да, и он очень интересный. В другом проекте он неинтересный, но сумма, например, в два раза больше. Вот какой ты выберешь, интересный проект или неинтересный? Я возьму оба проекта. Заработаю денег на втором, а получу удовлетворение от первого. Мне кажется, так большинство есть. Отлично. Смотри, вернемся к преподаванию. Вот в нашем проекте «Школа мастеров», в проекты, которые ведут с твоим родным университетом МБИА, ты сейчас активно стараешься делиться своим опытом. Что тебе больше всего нравится в молодых ребятах? То есть, может быть, какие-то качества, которых ты не видел, когда сам учился. А может быть, все то же самое. Не стал бы называть это преподаванием, поскольку это действительно больше обмен на опыт, рассказ о каких-то интересных ситуациях, случаях, особенностях той или иной профессии или деятельности. Про одну особенность я уже сказал. А второй момент, он, наверное, больше не про студентов, не про тех, кому мы что-то рассказываем, а про себя. То есть, ты через такого рода инициативу получаешь прекрасную возможность посмотреть на себя в разных качествах со стороны. То есть, вспоминая свои студенческие годы, когда ты сидел в аудитории и слушал преподавателя, лектора и так далее, сейчас ты смотришь на это с обратной стороны. Это очень интересный психологический внутренний опыт. Ты понимаешь какие-то вещи, которые раньше тебе не были на 100% понятны с точки зрения взаимодействия лектора с аудиторией, с точки зрения того, как тот или иной вопрос вызывает или не вызывает интерес у слушающих. То есть, это интересно в личном плане, не менее, чем с точки зрения профессии или того именно, что приходится рассказывать. А по поводу реакции зала на то, что мы говорим, опять же, бывает очень сложно угадать с тем, с выбором темы и настройкой нужной темы на аудиторию. Потому что бывает, что приходишь рассказывать ребятам первого-второго курса про регулирование фармацевтической деятельности и понимаешь, что даже на бытовом уровне студенты не понимают, о чем мы сейчас говорим. То есть, как работает этот бизнес в целом. Не просто пошел в аптеку, купил лекарство, а как это лекарство оказалось в аптеке. Или еще сложнее, как оно оказалось в больнице, где какого-то пациента лечат этим лекарством. То есть, здесь нужно подбирать тот набор знаний, опыт, умений, навыков, которые необходимы, которые, может быть, восприняты конкретной аудитории. Но ты в этом мастер. Традиционный тоже вопрос. Вот, что бы ты сейчас посоветовал выпускникам? По какому пути пойти? Иностранный, российский консалтинг, инхаусы, прокуратура? Ну, куда идти? Ну, предсказуемый ответ. Нет же идеального пути. Наверное, важно сделать осознанный выбор. То есть, если есть сомнения, колебания, нет изначальной стопроцентной уверенности, что гражданский процесс — это мое. Нужно себя попробовать в разных областях. И благо, современная инфраструктура рынка позволяет это сделать. И в судах, в прокуратуре практиковаться, и в юридической фирме. Наверное, с инхаусом сложнее. Я не знаю, есть ли у нас хорошие программы прохождения такого обучения студентами в инхаус. Наверное, если нет, хорошо бы их организовать. Если есть уже, то это тоже важная часть профессии. Наверное, наибольшая часть, если мы берем частный юридический сектор, инхаусов гораздо больше, чем консалтеров. Поэтому попробуйте понять, как эта часть профессии устроена, очень важно. Ну и, собственно, когда есть вот это понимание, уже можно делать выбор. Мне кажется, еще мысль тоже пришла, что важно не только кем работать. Это опять же юристом инхаусом, в международной фирме или в российской. Важно над чем работать. И опять же, поскольку все достаточно прозрачно, можно понять, если ты идешь в этот конкретный бутик литигационный, ты будешь заниматься именно судами. А здесь интеллектуальной собственностью. А здесь у тебя будет некий микс. Исходя из этого, неважно, опять же, ты в Ильфе, Рульфе, Ливенхаусе, ты можешь понимать, что ты хочешь, какие ожидания будут удовлетворены в этом конкретном месте или нет. А ты часто судишься вообще, ходишь в суды? Я хожу в суды, сейчас реже. Я ведь управляющий партнер сентября, поэтому есть некий груз административных вопросов, которые приходится лежать. Я не могу сказать, что мне на 100% нравится то, как процесс в российских судах устроен. Все-таки он очень теплогизирован. И редко когда возникает тот настоящий драйв, который российские судебные юристы заслужили. А ты бы хотел, чтобы у нас были суды, даже по экономическим делам, с судом присяжных? Как, например, в Штатах сидят люди, и ты перед ними такой красивый, в бабочке что-то увещаешь. Ну, здесь, наверное, это неплохо было бы попробовать. Но я думаю, что проблема не только российская, а в целом разных судебных систем не в том, что там есть или нет присяжные, а в том, во-первых, сколько времени уделяется изучению того или иного вопроса. То есть должна быть соразмерность. Если сложный вопрос, немного времени. Если сложный, наоборот, много. А когда происходит некая штамповка определений, прикладываемых из дела в дело, которые на самом деле ничего кроме номинований сторон не меняются, а дела-то разные, вот это, наверное, плохо, когда нет такого избирательного подхода к разным категориям дел. То есть один судья в день рассмотрит 20 дел о взыскании 100 тысяч рублей и 5 дел о взыскании 10 миллионов рублей. И они будут все равно одинаковыми с точки зрения судей. А на самом деле это не всегда так. И если говорить о том, чего не хватает, в меньшей, мне кажется, степени не хватает присяжных, в большей степени не хватает работы с свидетелями. Российский процесс слишком сильно зависит от документов. А с учетом того, что роль российского юриста как представителя компании по сути ничем не отличается от роли самой компании, то есть мы не посредник между страной и правосудием, а мы непосредственно эта сторона в суде. Объективного рассмотрения каких-то фактических обстоятельств быть не может. То есть та ситуация, когда юрист, как юрист, должен давать правовую оценку тем или иным событиям, превращается в то, что мы транслируем факты вместо страны, которая должна выступить как свидетель. Мне кажется, что здесь есть некий замок только в рук, в котором мы крутимся достаточно уже продолжительное время, и нужно бы из него выйти. Это задачка скорее для законодателей и представителей судебной власти. Мы с этой стороны можем только какие-то пинки давать периодически. Голос профессионального сообщества. Хорошо, голос подан. Ты хотел бы на госслужбу? Представь, тебе поступает предложение стать, например, замминистра. Не важно, какого министерства. Готов? Мне кажется, что это фантастика. Такого не может произойти. В России бывает все. Я понимаю, да, но, во-первых, для того, чтобы сразу прыгнуть так высоко, нужно понимание того, как система работает. У меня есть четкое понимание того, что я не знаю, как работает эта система. Есть слухи, разговоры, советы друзей, знакомых и так далее. Но для меня это непонятно. И пока это не будет понятно, да, такие предложения, а, не будут поступать, и, б, не будут рассматриваться мной, я имею в виду. Понятно, все четко. Хорошо, вот ты разбираешься в судах. Судей пошел бы работать? В том виде, в каком судебная система устроена сейчас, нет, не пошел бы. Вот, опять же, я буду там лишним, да, элементом, да, то есть, я не знаю, что я там буду делать. То есть, это некая замкнутая экосистема, в которой люди вращаются. А человек извне, ну, он либо будет поглощен этой системой, да, либо будет и переработан, да, либо будет выкинут, выплюнут. И, в принципе, мы увидели примеры, когда человек, пришедший извне, да, что-то пытался сделать позитивное, да, в итоге это до конца так и не было реализовано, не сработало. Понятно. Скажи, а вот для тебя важно, сколько у человека есть денег? То есть, вот, например, ты общаешься с человеком, и вдруг узнаешь, что он очень богатый. То есть, отношение сразу же меняется, или оно такое же остается? Ну, говори, конечно, конечно, такое же, я ко всем очень предусмотрительный. Ну, опять же, здесь... Для тебя это вообще мерило успеха деньги или нет? В какой-то степени, да, но если брать человеческий успех, да, но сам по себе успех не является критерием для общения, да, в определенном ключе, да, то есть, опять же, вопрос, с какой целью я общаюсь с человеком, да, вот, если я общаюсь с тобой, и ты вдруг скажешь, что я стал сказочно богат, да, я надеюсь, что ты не прекратишь со мной общаться, вот. А если, допустим, это, опять же, некие отношения клиент-консультант, да, я понимаю, что компании, да, или представители этих компаний, которые, там, более платежеспособны, да, с ним есть определенный, там, круг вопросов, да, которые необходимо решать, которые можно решить, да, есть, соответственно, менее платежеспособные клиенты, представители этих клиентов, соответственно, подход к ним, наверное, будет немножко другой, вот. Вот, но это вот именно с точки зрения построения деловых отношений, а не с точки зрения личных. А те, с кем удобнее работать? С менеджерами, да, в качестве клиентов, или с собственниками бизнеса? Я думаю, это не так принципиально. Нужно уметь работать с теми и с другими. Важно, чтобы принимающая сторона понимала, в чем ценность юридической услуги, да, то есть, чтобы они, ну, либо обращаясь к юристам, да, понимали, что мы можем сделать, да, ну, либо мы в процессе обсуждения могли четко это донести. Если человек не понимает, чем занимается юрист, то, ну, с одной стороны, он не будет никогда доволен работой, да, ну, и мы, соответственно, не будем рады вот этому процессу взаимодействия. А ты хотел бы, чтобы твои дети стали юристами? Ну, с одной стороны, да, есть, наверное, внутри человека заложена вот такая предрасположенность к семейственности, да, Зеленина, сыновья, это все от них зависит, да, то есть, если они захотят попробовать себя в этой профессии, да, welcome, вот, покажем и расскажем. Ну, то есть, ты не будешь так говорить, значит, так, ты идешь на юридический. Я думаю, что это невозможно просто в нынешней ситуации, так сказать, может быть, несколько поколений назад, да, это бы сработало, вот, сейчас, наверное, нет. Ну, хотя, опять же, да, периодически же дети говорят, что, там, мы будем юристами, я буду юристом, там, а я буду, там, тем же провизором, да, или еще что-то в медицинской тематике. Окей, хорошо, покажем и расскажем, опять же, а выбор сделаешь сам. Ну, что, может быть, покажешь офис? Да, давай, пойдем. А где-то не был еще. Здесь пусто и прохладно. Понятно. Партнерский кабинет. Партнеры на встречу. Понятно, ну, правильно. Встречаться не работать, как говорится. Так, это советники. Понятно. Коллеги, мы нарушим ваш покой. Петр Николаевич Никитенко. Добрый день. Сандр Сергеевич Попелюк. Добрый день. Бойцы невидимого фронта. Ну, правильно. Вот как раз настоящие работяги, в отличие от некоторых. Финансовый департамент. Понятно, то есть сюда мы не заходим. Можно бы махать Олесе ручкой. Ну, как-то неудобно. Вроде ничего тяжелого под рукой нету. Так, это коллеги-юристы. Добрый день. Александр Евгеньевич Молотников. Да, ты меня уже знакомишь каждый раз, когда я сюда приходил. Ну, я на камеру работаю. Да, понятно, хорошо. Что ты меня сбиваешь? Вот. Там буковки такие хорошие. А под буковками, видишь, транспорт. Что это такое? Это... Ух ты. Да. Вот тебе, чтобы в пробках не стоять, пора уже на таком транспорте ездить. Ну, мне нужен тогда даже не тандем, а я не знаю, как называется, чтобы семь человек перевозить. Знаешь, современная техника уже шагнула далеко вперед. Думаю, что... Ты летать предлагаешь. Конечно. О, смотри-ка, у вас есть ждун. Да. Здрасте. Ты с ждуном здоровы еще. Да. Слушайте, а можно с ним как-то это? Это ждун. Это когда я опаздываю, Андрей Зеленин превращается в ждуна. Ой. Ну, главный герой этой комнаты, это Аня Филиппова. Кей. У меня в записной книжке Филиппова. Ну, прекрасно. Потому что на букву К очень много фамилий, а на Ф совсем чуть-чуть. И Аню всегда можно найти... Аккуратист, аккуратист. Спасибо. Ну, все, Андрей, спасибо тебе за интервью. Давай, дари нам подарки. Да, Александр Евгеньевич, наш традиционный юридический подарок, юридическое монополие всему коллективу Московой. Будем играть на деньги. И выигрывать. Да, обязательно. У нас есть для тебя тоже подарки. Аня, тащите подарки. Вот у нас есть журнал студентов Урбак МГУ, Прим. Так что читай. Может, что-нибудь нам напишешь в следующий раз. С удовольствием. Спасибо. Все, спасибо. Подписывайтесь на наш канал Moscow Lawyers. И помните, что юристы тоже люди.